Всем привет! Добро пожаловать на мой канал! Hello and welcome to my channel! I moved the camera. I hope it looks better now. Итак, давайте начнём. Let's begin. Номер один у нас... Not номер один. Today is... Today we are going to continue with our course. And today's lesson is number 317. 317 урок. Out of 366. И номер один, как обычно, повторение. Повторение. Reviewing. This is what повторение means. Today we are going to talk about the word мало. Мало. And меньше. Что это значит? Меньше. Мало. Меньше. Мало is a little bit. Мало. A little bit. And меньше is less. So, мало, меньше. A little bit. Less than a little bit. Мало, меньше. Например, for example, let's put them in context. У меня с собой мало денег. У меня, у меня, у меня с собой, с собой, с собой, с собой, мало, мало денег. Мало денег. Денег. I have a little money with me. Little money. Мало денег. Don't have a lot of money with me. У меня мало денег. Мало денег. У меня с собой мало денег. Только 200 рублей. Только 200 рублей. Only 200 rubles. У меня ещё меньше. And the answer is. У меня ещё меньше. Меньше. I have less than that. I have less than you. У меня ещё меньше. So, we have мало and we have меньше here. Хорошо. Давайте продолжим. Let's continue with verbs. Номер два у нас глаголы. Один. Here we will talk about today's verb in imperfective. Today's verb has only imperfective form. And it is критиковать. 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 Very similar to the English verb. And it means to criticize. Критиковать in Russian. Критиковать. Let's conjugate this verb. So, this is imperfective. Imperfective means something that you do all the time, often, rarely, right now, present. Критиковать. Я тебя не критикую. Я тебя не критикую. I'm not criticizing you. Я тебя не критикую. In general, or right now, I'm not criticizing you. Я тебя не критикую. Критикую. Я тебя не критикую. I'm not criticizing you. Я тебя не критикую. Now, ты критикуешь. Ты постоянно меня критикуешь. Ты постоянно... Try to translate this sentence by yourself. Ты постоянно меня критикуешь. Ты постоянно меня критикуешь. You are criticizing me all the time. Хорошо, дальше. Он, она критикует. Он, она часто нас критикует. Он or она, he or she, same conjugation, часто, often, нас, us, критикует. Критикует. He or she often criticizes us. Он, она часто нас критикует. He or she often criticizes us. Он, она часто нас критикует. Хорошо. Now, plural. Мы критикуем. Мы критикуем этих кошмарных журналистов. 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 Кошмарные are... It came from the word кошмар, a nightmare. In this context, it means these awful journalists. Хорошо. Дальше. Вы критикуете. Опять вы меня критикуете. Опять вы меня критикуете. You are criticizing me again. Опять вы меня критикуете. Опять вы меня критикуете. Опять вы меня критикуете. Опять вы меня критикуете. You are criticizing me again. Опять вы меня критикуете. And the last one is... Они... Они критикуют. Они... They criticize... Кри-ти-ку-ют... Политиков. Политиков. They criticize... Политиков. Politicians. Они критикуют политиков. Хорошо. No perfective for this verb. So, we are going to skip number three. And let's go to number four. Idioms or sayings. Idioms. Sayings. And today's saying or an idiom is... Искренная радость. Искренная радость. Искренняя радость means poor... Not poor joy. Real joy. Genuine joy. Sincere joy. True joy. Искренняя радость. Искренняя радость. Sincere joy. Искренняя радость. Let's put it in context for you to memorize it faster. Он не смог скрыть свою искреннюю радость, когда увидел её. Он не смог скрыть свою искреннюю радость, когда увидел её. He couldn't hide his genuine, his sincere joy, when he saw her. Он не смог скрыть свою искреннюю радость, когда увидел её. He couldn't hide his sincere joy, his true joy, when he saw her. Хорошо. Номер пять. Выражение. Выражение. And today's expression is бесплатная доставка. Давайте напишем. Бесплатная доставка. Что такое бесплатная доставка? Бесплатная доставка is a free delivery. Бесплатная доставка. Free delivery. Бесплатная доставка. Например, for example, A sentence with this expression is У них бесплатная доставка. У них бесплатная доставка. They have free delivery. У них бесплатная доставка. They, for example, this restaurant or this cafe, this pizzeria. У них бесплатная доставка. They have a free delivery. Хорошо. Номер шесть. Грамматика. Грамматика. Сегодня мы с вами поговорим о глаголе забывать. Забывать. To forget. Забывать. Imperfective. Perfective. Забыть. To forget. Забывать. Забыть. With questions. Кого. Что. Whom to forget. Кого. Or what to forget. To answer to these questions, we are going to use accusative case. So, answers, nouns to these questions will be in accusative after this verb. Забывать. Забыть. Например, let's come up with an example. Я постоянно забываю дату его рождения. Я постоянно, постоянно. Imperfective. Забываю, because it happens all the time. Я постоянно забываю. Я постоянно забываю. Забываю. Дату. So, data became data in accusative case. Его рождение. Date of his birth. Рождение. Я постоянно забываю дату его рождения. I forget, I all the time forget his day of birth. Literally. Я постоянно забываю дату его рождения. Хорошо. Now, with the verb imperfective. Забыть. One time action. Finished action. Он забыл пиццу в машине. Он забыл. Что? What? He forgot. Пиццу. Пиццу. He forgot pizza. Пиццу. Accusative case. В машине. In the car. В машине. Where? In the car. This is preposition. Okay? Shows us location. Хорошо. И номер семь у нас диалог. Dialogue. Диалог. Отлично. Давайте начнем наш диалог. В Швеции евро? Давайте спросим. В Швеции евро? Евро? What did I ask? В Швеции евро? So, in Sweden, is there euro? Money in Sweden is called euro. Can we use euro in Sweden? В Швеции евро? Давайте ответим. Нет, там другая валюта. Нет, там другая валюта. No, there is a different currency there. Нет, там другая валюта. Or instead of валюта, другая валюта, we can say, нет, там кроны, кронс, Swiss, Swedish, кронс, is there money. Нет, там другая валюта. Нет, там, no, there is a different currency there. Хорошо. И номер восемь у нас короткая история. A short story. Короткая история. Вчера после долгого совещания мы наконец-то пришли к компромиссному решению, которое всех устроило. Very long sentence. Try to translate it by yourself. Итак. Вчера после долгого совещания. Вчера после долгого совещания мы наконец-то пришли к компромиссному. Пришли к компромиссному решению. Поэтому мы пришли к компромиссному решению. 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 Которое всех устроило. Которое всех устроило. Итак, давайте переведём это предложение. Let's translate this sentence. Вчера после долгого совещания. Yesterday, after a long meeting, work meeting, совещание is a work meeting, мы наконец-то пришли к компромиссному решению. We finally got to you a compromise, compromising solution, компромиссному решению. Которое всех устроило. Which was perfect for everybody. About which everybody were happy, satisfied with. They were satisfied with this decision. Everybody, всех устроило. Everybody was satisfied with this decision. Хорошо. Следующее предложение. Я рад, что нам удалось избежать конфликта. Я рад, что нам удалось избежать конфликта. Я рад, что нам удалось избежать конфликта. Хорошо. Давайте ещё раз прочитаем. Let's read it one more time. And we are done for today. Итак, вчера после долгого совещания. Yesterday, after a long meeting, a long work meeting, мы наконец-то, we finally came to, пришли. Literally came to, пришли. It was one time action, so this is verb in perfective aspect. К компромиссному решению. To a compromising. Compromising? Not compromised. Compromising. Давайте спросим. Google, секунду. Компромиссное решение. Compromise. Compromised solution. To a compromised solution. Которая всех устроила. Which. Которая is in neuter here. Because решение is neuter. This is a noun in neuter. And которая refers to this noun. Which. A solution which. And which will be in neuter. Because the solution is in neuter in Russian language. Всех устроила. Was suitable for everybody. Я рад, I'm happy, что нам удалось, that we managed, нам удалось, it was one time action, we are talking about one time action, so perfective, избежать, we are talking about this one time thing that we managed to avoid, so perfective as well, конфликта, we will manage to avoid a conflict. That's all for today. Спасибо большое за внимание. Увидимся с вами завтра. Целую вас. Чмоки-чмоки. Муа!